Конкурс «Лучший по профессии среди поваров» прошел в ресторане «Север». В этом году в финальном этапе приняли участие три представителя вкусной профессии. Какие блюда готовили участники, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Дарьи Белоусовой путь к сердцу мужчины искать не надо. И не потому, что она симпатичная девушка. Даша с детства умеет вкусно готовить. Недавно она окончила Нинецкое профессиональное училище по специальности повар. Да, я даже планирую открыть свое дело. Почему пошла на конкурс? Позвали. Какое блюдо ты сегодня будешь готовить? Это секрет. Не можешь так сказать? Нет, пока не скажу. Я пока хочу его сама сделать, а потом все увидят. Ну, я думаю, у тебя фантазия, тебе возможно это разыграться. Да, да. Конечно, у меня вообще с фантазией хорошо. Хотя ингредиенты у всех одинаковые, и главной из них рыба, Дарья не раскрывает секрет. Она знает, что даже из небольшого набора продуктов можно приготовить широкий ассортимент блюд. Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась и ела, да? Не тут-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну, сколько? Жареное и пюре. Да? А ну, считай. Картошка жареная, отварное пюре. Дальше. Картофель фриль, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Ну, так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, грибами с капустой и так далее. Как раз картошка – любимый продукт конкурента Дарьи Белоусовой, студента аграрно-экономического техникума Антона Сафронова. Этот народный продукт станет дополнением его фирменного блюда. Антон живет в общежитии, и его блюда уже оценили соседи по комнате. А кто тебе привел в его приготовление? Само как-то все. Само пошло. Так захотел. После армии пришел и пришел готовить. Поддержать Антона сегодня пришли его друзья-однокурсники. Их поддержка в этот день особенно пригодится, ведь на кону серьезный приз. Победитель в возрасте от 18 до 24 лет у нас выдвигается от Нинецкого автономного округа кандидатом на премию президента Российской Федерации. Чтобы стать номинантом на президентскую премию, ребятам надо особенно постараться. На этом финальном этапе оцениваются не только вкусовые качества, визуальное впечатление, но и внешний вид, наличие формы и креативность. Имя победителя станет известно 11 июня. Любовь Пермякова, Сергей Катчиков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин